Рыбакит папа рисует Привет! Я Ваня. Я рисую сегодня оленя на Новый год. Зову тебя рисовать со мной. Буду рисовать на белом листе бумаги с хорошим настроением. Гуашью. Гуашь называется гамма. Мультики. У меня есть несколько кисточек. Лучше взять среднюю. Если у тебя есть несколько, то тоже возьми среднюю, но лучше пловкую. Смой кисточку и возьми коричневый цвет. Для оленя это идеальный цвет. Он всегда подходит оленю. Олень будет у нас новогодний. Прикольный. Треугольный. Это будет портрет оленя. Я возьму светло-коричневый цвет и нарисую вот такой желто-коричневый цвет. Нарисую треугольничек. Вот так. Раз, два, три. Это легко. Еще возьму коричневого цвета и как следует замажу весь мой треугольничек. Это мордашка оленя. Она такая закрашенная, вся ровненькая. На самом деле она может быть не очень ровненькая, потому что у оленя таких голов, конечно, нет у оленей. Но мы показываем такой детский олень, грушечный, чтобы нам легче было нарисовать, чтобы мы с тобой научились рисовать простые сначала формы. Теперь нарисуем два уха. Ухо тоже такие светло-коричневые. Будет такое одно ухо у оленя и второе ухо. Тоже очень легко. Так, подрисовываем, все замазываем. Приятно рисовать оленя, приятно. Такой олень почти готов у нас. Только нужно смыть кисточку, нарисовать ему глазки, улыбочку и глазки. И носик, носик. Носик красный. Носик красный такой. Красный, красный олень. И после красного смываем кисточку, обязательно, чтобы она была чистая. Это важно. В гуаше смывать кисточку. Берем теперь белый и рисуем два глазика. Один глазик, второй глазик. Такой маленький оленек. Малышка. Почти, почти, почти такой простой олень. Ну, такой простой. Теперь что мы еще хотим нарисовать? У оленя, я знаю, рога растут. Мы эти рога сейчас нарисуем. Рога и шапочку. Давайте сначала нарисуем шапочку, а потом рога. Шапочка у нас будет белая, тоже белая. Вот так вот. Раз, шапочка. Но немножечко капельку туда голубого возьмем, синенького. А потом размажем, и у нас получается такая кепочка. Ну, такой колпачок. Новогодний колпачок. Мы же хотим новогоднего оленя нарисовать. И тут же нарисуем ему такой вот шарик, пумбончик. А после того, как с моим кисточку, возьмем уже красный цвет и нарисуем ему колпачок сам по себе. Очень легко его нарисовать. Раз, два, три, четыре. Все, колпачок тоже готов. Давай оживим оленя и нарисуем ему рога. Достоинство любого оленя – это рога. На Новый год хочется нарисовать рогатого оленя красивого и милого. Рога будут коричневые, глаза тоже будут коричневые. Раз коричневый глаз, два коричневых глаз. Улыбочка отсюда до сюда. Здесь тоже мазнем коричневым. Здесь у него может быть даже какие-то волосики. А теперь пришло время рогов. Рог, рога. Один рог, второй рог. У рогов есть такие ответвления. Как, как, как будто это деревья. Раз, два, три, четыре. Вот Олежка. И готов. Смываем кисточку. И наш рисунок готов полностью. Новый год. Олень. Мы легко его научились нарисовать. Я думаю, Новый год самое лучшее время, чтобы потренироваться. Порисовать. Есть свободное время. Не надо идти в школу, не надо идти в садик. А если после садика у тебя есть время, то обязательно порисуй оленей. Я еще нарисую мышку. Тоже новогоднюю. Новогодние звери будут продолжаться гуашью. Просто, поэтапно, простыми формами. Мы научимся рисовать. И у нас дело пойдет вперед. С Новым годом. С наступающим, можно сказать. Я когда рисую, очень возбуждаюсь. Мне хочется и так, и сяк, и повеселее нарисовать, и попроще. Так что, я очень рад, что смог нарисовать для него простого Олежку. Би, би, ме, как он говорит. Наверное, бе или ме. Или, или так. Дюнгл байл, дюнгл байл, дюнгл байл, дюнгл байл, байл байл байл. П-п-пири-пири-пири-пири-пири-пири-пири. Пока.